История с установкой лежачего полицейского возле поселка Расцвет получила продолжение. По нормам на этом отрезке федеральной трассы их быть не должно. Неровности уже создали неудобства для водителей, да вообще установлены по сути самовольно. Сегодня в правительстве чиновники, дорожники и прокурор сели за стол переговоров, чтобы вместе решить, что делать. Катерина Ярушина услышала в правительстве новые идеи. Задуматься о безопасности Расцвета власти заставила акция протеста. Два дня назад люди перекрыли дорогу после того, как на переходе погибла молодая девушка. Селян еле смогли успокоить, а спустя сутки на кровавом переходе появились пост ДПС и лежачие полицейские. Но все понимают, трасса федеральная и республиканские власти своим решением, по сути, перепрыгнули через голову. В качестве вариантов замен сегодня прокурор предложил перенести остановки с трассы внутрь поселка, чтобы людям не приходилось перебегать опасный участок. Дорожники говорят, это против правил, но могут подумать. Мы должны будем через встречную полосу запустить автобусное движение. Автобус это не автомобиль, мы понимаем, каким образом мы будем перекрывать. Попутные чиновники обсудили проблему некачественного содержания дороги, нет хорошего освещения и четкой разметки. Руководство Байкалу-Правтодора это признало и обещало исправиться, как только появятся деньги. Глава республики, подводя итоги, поторопел со строительством наземного пешеходного перехода и принятием решений. Градус напряжения, наверное, чувствуете. Мы теряем три жизни уже на этом участке. Все, что касается сейчас технических решений, я бы хотел в понедельник их иметь. Судите. Жители расцвета довольны, что наконец обратили внимание властей на свою беду. А вот водители уже почувствовали неудобства. Из-за лежачих полицейских на дороге между Баканом и Черногорском появились заторы. Катерина Ярушина, Дмитрий Судариков. Новости 7-й телеканал.